Всех приветствую, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы поговорить о Великой Армении, о проекте Великой Армении и Туране, о том, как эти два проекта соприкасаются и как текущая война в Нагорном Карабахе может повлиять на всю эту ситуацию. Итак, давайте начнем. Что касается текущей обстановки на фронте, то я лично не думаю, что сейчас война идет за территории определенные, а наоборот, за истощение одной из сторон. По некоторым официальным данным, Азербайджан потерял более 80% самолетов и еще много раненых, сколько я помню, около 10 тысяч погибших и 30 тысяч раненых. Это колоссальные потери для Азербайджана и для азербайджанского народа. И, конечно, и для армянского народа тоже, сейчас я про потери и Армении скажу. Более 1400 человек погибших и 3000 раненых. Это очень тоже тяжелые потери. Но, по моему мнению, Великой Армении сейчас выгодно создавать Западу, России, потому что никто не хочет Великого Турана. Потому что, я вам объясню, вот эти территории, если вы понимаете, Нагорный Карабах и маленькая территория по названию Суник, нынешняя Зангизурская область в советские годы. Если Эрдоган сможет пробить эту административную территорию, то он фактически может уже создать Великий Туран, благодаря ресурсам Азербайджана. Хочет ли это Льхамалиев? Мне кажется, не хочет. Так как он диктатор, он хочет быть единственным правителем в этом регионе. Ну, определенные структуры, то есть эти Серые Волки, которые работают против интересов Азербайджана. Потому что я объясню, ребята, эта война, ну, никому не выгодна сейчас этот Великий Туран. На данный момент. Может быть, что-то изменится, может быть, что-то поменяется, я не знаю. Но для этого Запад и делал это все. Чтобы зачистить эту территорию от определенных людей, да, в принципе, и Запад Армении немного людей. Сейчас это Восточная Анатолия называется. И в Восточной Армении, да, то есть это Кириллабад, ну, это Гянджи, то есть это Нахичеван, то есть какие-то вот такие административные территориальные территории, районы. Там немного, не густо населенное население. А что касается, хочет ли Россия это делать? Россия, она в любом случае, по моему мнению, вступится в эту войну. Потому что Россия первая же и пострадает от этого великого Турана. Даже вот если мы возьмем, как накачивает Эрнеган молодежь Средней Азии, Азербайджана, как они фактически просто навязывают им такую империю, которую, ну, они будут просто рабами в этой новой стране, которую он создаст. Ну, на данный момент, как я говорю, невозможно, не, ну, он не сможет сделать это, ресурсов мало. Вот сейчас вот он получил, истратил военный опыт в Нагорном Карабахе, сейчас в этом адском котле, где Азербайджан теряет колоссальные потери. Это не я только говорю, и многие военные эксперты, если посмотрите. И хотелось бы, знаете, подойти плавно к армянскому проекту Великая Армения. Великая Армения, она, возможно, осуществлена, потому что сейчас Армения, это как Израиль в 1946 году. То есть мы помним, когда Израиль был создан, как территориальная администрация в Палестине, это было в Тель-Авив, то есть какие-то определенные населенные пункты еврейские, они хотели свободы. Их было примерно в Палестине 2 миллиона человек, как и в принципе в Армении, ну, в Армении 3 миллиона, 3 миллиона и 500 тысяч человек, ну, неважно, где евреи при помощи Соединенных Штатов Америки смогли победить арабскую коалицию. И сейчас у Армении такая же ситуация почти, только за Армению уже не только Запад, но и Россию. Ну, Россия всегда была. И создание вот этой большой Армении выгодно всем. Ответьте, как будет решаться вопрос с проектом Великой Армении, когда Турция станет частью России. Ведь вопрос с Западной Арменией актуален как для армянского народа в целом, так и для диаспоры в отдельности. Ведь удобнее будет передислоцироваться в Арадскую долину в Западной Армении. Неужели? К тому же Западная Армения исторически является территорией заселения армянского народа. Сейчас там живут много криптоармян. Как будет решать вопрос армян России СГП? Вот, удобнее переселиться, да? А кто-то ждет? Вот что, в 15-м году уничтожили миллион армян, а потом эта территория осталась незаселенной, никем не взята? Вот, курдам, когда, в отличие, там, скажем, от турецкой армии, других военизированных турецких фармеров, курдам ведь что было сказано? Ребята, вон там живут армяне, государство их защищать не будет. Приходите и очищайте эту территорию, живите сами, забирайте всю собственность. Они так и делали. За это время там сложился определенный баланс населения этнографический на этой территории, которая исторически является территорией Армении. И что, действовать тем же способом? Как это удобнее заселиться? Это что, прийти и в ответку всех вырезать, что ли? Нет, конечно, неправильно, и в России никогда так не было, и не будет так. Так вот, вопрос заключается в том, что ни один национальный проект, ни один национальный конфликт, межнациональный конфликт в рамках национальных государств не решить. Россия, как государство, цивилизация показала способ решения этих конфликтов в рамках единого государства. И конфликты Азербайджана и Армении можно спокойно решить в рамках единого русского государства. И ровно теми же способами можно решить и вопрос взаимоотношений с народами, которые, криптоармяне или кто-то еще, курды, можно решить в Западной Армении. Все можно сделать, но только на принципах русского мира и национальных гармоничных отношениях. Вот, не конфликтных. Вот будет многонациональный гармоничный мир, как это было в Советском Союзе, в Российской империи. Все будет. А будет, как это на западный шаблон, ну а как там? Погромы различные. У нас он тоже пытались по этому западному шаблону устраивать еврейские погромы. Народ не поддержал. Так вот, народ, русский народ и Россия никогда не поддержит геноцид какого-либо народа. Пусть даже если кто-то будет мотивировать это ответным геноцидом, не будет этого. Но вопрос о расселении армян на их исторических территориях, он решится сам собой. Если не будет национальной вражды. Так же и Ирану, потому что этот Туран не выведен и Ирану тоже. Ну, Иран это не сверхдержава, но, по крайней мере, региональная держава. Это понятно всем тоже. И, конечно же, вооруженные филы Азербайджана всегда хотели взять этот город Шушу. Тем более, завтра, насколько я знаю, в понедельник, 9 ноября, это у них праздник. Я как слышал у моих азербайджанских друзей. Тратят они колоссальные свои ресурсы, личный состав, профессиональный. Это контрактники, это люди, которые служили в Турции. Турецкий спецназ, не только даже турецкий спецназ, которых вербовали турецкие инструкторы, их готовили, их учили, как вести наступательные действия, как обороняться, как окопаться. Это понятно тоже всем. И я хочу сказать по поводу недавних новостей, по поводу, что, допустим, министр обороны Закир Гасанов был фактически тоже отстранен от своей должности. Он, кстати, и не объявляет о каких-то определенных победах, не боевых действиях. Он сейчас не на линию фронта. Он понимает тоже, что эта война на истощение. Тут уже не важно, сколько территорий взяли, сколько кто взяли. Тут важно то, как Азербайджан сейчас будет переживать этот период. Период того, что, как мы знаем сейчас, Азербайджан не признал никакие свои потери. Пока что в Нагорном Карабахе не сбито. Ни один танк, ни один самолет, не погиб ни один Азербайджан. То есть потери будут сказаны потом. Если свидетельствовать от армянской стороны, то они вот сказали, что там почти 9 тысяч солдат погибло, там 7 тысяч, то есть как будто колебельцы. Что-то там подбили, что-то там... То есть они только видят то, что те люди, которые погибли. То есть документально показывают там и потом перечисляют. То есть есть определенные административные веевания. Группы, которые подсчитывают потери и свои, и азербайджанские. Это тоже всем понятно. И всем, я думаю, нас ждет череда сюрпризов, ребята. И, конечно же, армянам придется постараться, постараться в этой войне. То есть... И, конечно же, армянам нужно тоже постараться, удержать какие-то определенные территории, равнины и так далее. То есть, насколько я знаю, они идут и в контрнаступление, отбивают что-то, что-то получается, что-то нет. Пока что у меня информации нет таких, но пока что идет с захватом территории Нагорного Карабаха. Сейчас Азербайджан пока что продвинулся. Видно, что продвинулся, что-то вот... Вот это Гадру, что-то взяли, то есть какие-то вот территории. Но дело в том, что, ребята, то, что кто-то взял... В 90-е годы тоже много чего азербайджанцы взяли в армян. Но буквально за несколько месяцев армяне они все отбили. Взяли, насколько я знаю, за два дня, за три дня шуши. Ну или как они говорят? Шуша. Шуша. Ну, посмотрим. Время нас рассудит. И напоследок мне хотелось бы показать один видеоролик, где Пякин, Пякин, Валерий Пякин, руководитель фонда Уральского университета, а нет, Алтайского университета, рассказал о том, как будет восстановлена Армения, Великая Армения, и какой будет трудный процесс создания. То есть это как создание Израиля. Ну, всем пока, всем удачи. А если вернуться к вопросу о мировой войне и о Кавказе, вот то, что сейчас творится за Кавказе, между Арменией и Азербайджаном, а горный Карабах. Ну, здесь же опять просто, это вот как раз показатель того, что Соединенные Штаты в развязывании мировой войны с территорией Украины проигрывают. Но им нужна эта война. И они используют все, что? Подконтрольный им ресурс Азербайджан. Поэтому надметание обстановки в этом регионе и начало войны. Война Армении вот сейчас, ну, вообще никак не упирается. Вот поэтому, когда говорят, что там армяне, что-то пытаются там сделать, они не безгрешны. Вот. Армянская республика, это не безгрешно. Вот. И принципиального значения, где будет находиться Армения, для вот этого проекта, не имеет значения, будет ли на земных Азербайджан или вернется на территорию Армении, которая сейчас находится на территории Турции. Вот. Это не вопрос. Вопрос в том, что сейчас, повторю, глобальному предиктору война полномасштабная не нужна, а Соединенным Штатам нужна. И зайти через территорию России они не могли, а пораженная фашистской идеологией элита Азербайджана, она вся американо-ориентирована. Разжигая войну, с участием Азербайджана, Соединенные Штаты решают сразу комплекс задач. Первое. При внесении войны на территорию России все-таки Армения члену ДКБ и кандидат членов таможенных союз и имеются определенные обязательства по ДКБ со стороны России. А второе. Война, собственно, ворона. И то и другое отвечает только интересам Соединенных Штатов. А что касается фашистской идеологии политической элиты Азербайджана, которая готова спалить Азербайджан, реально готова спалить Азербайджан, точно так же, как киевская банда. Никакой разницы. Вот абсолютно никакой разницы. Вот вспомните, многие тогда возмутились, когда назвал палат Бельбельоглы фашистом. Когда он пообещал устроить русские погромы, если только что-то Россия будет делать не так, как нужно это элите Азербайджана. Это где интересы азербайджанского народа? Вы вообще, ты соображаешь, а ты посол. Ты сам формируешь чисто конфликтную ситуацию. Так вот, элита Азербайджана, она поражена фашизмом очень сильно. И она по-американски настроена. И вот палат Бельбельоглы, а вот певица Руслана, очень популярная на Украине, она вот не так давно в Мариуполе прыгала на фоне убивателей этих колорадов, и там показывали наиболее красочные трупы убитых женщин, детей. И она патриотически проводила. Поэтому говорить о том, что если он там какой-то культурный деятель, а какая политическая позиция у этого культурного деятеля? Как она соотносится с долговременными интересами своего народа? Что он несет? Вот политическая элита Украины, в том числе и культурная, принесла на Украину войну полномасштабную на уничтожение своего народа. Вот если народ Азербайджан не осознает, к чему ведут такие, как палат Бельбельоглы, война придет полномасштабная, и Азербайджан не будет. К сожалению. Потому что они такую войну развязывают. Элита Азербайджана развязывает такую войну в интересах Соединенных Штатов. Не в интересах народа Азербайджана, не в интересах Азербайджанской республики. А то, что Соединенные Штаты задействовали Азербайджан, ну это все, это показатель, что все, они выдыхаются по всем направлениям. Азербайджанская республика